всем доброе утро мои дорогие как у вас дела как настроение у нас сегодня в провансе намечается дождик смотрите какое небо но в принципе не холодно с утра уже сейчас девятый час не 9 час до 9 час потому что александр сегодня работа это выходной но начинает на час позже с 9 часов не с 8 и сейчас где-то 13 градусов но есть ветерок мы уже с ним позавтракали я встаю с мужем уже поздно привыкли вставать рано в 6 15 сегодня немного отдохнули и я тут занимаюсь своими уже домашними делами сейчас сразу же все продумаю что я буду сегодня готовить хотела с утра сходить магазин но если будет дождь что ничего страшно не пойду на сегодняшний день ничего всего достаточно завтра сделаю курс у ферли курс это то есть делать покупочки пересыпала кофе стал он нашим любимым хотя александр сейчас пьет очень мало кофе он почему-то стал пить чай она он на работе очень много пил кофе и сейчас он горд надо мне уменьшить немного поэтому черный чай зеленый чай и немного чашечку одну в день помните я вам показывала и сказала что поделюсь понравился он мне или нет понравился очень понравился это вот марка лабудис наверное есть мексиканская есть еще наверное есть из других стран там их несколько правда я здесь месье обрезала он органический этот кофе но замечательный поэтому если девочки хотите попробовать в магазине лук ляр продается я пересыпаю в баночку и зимой храню просто а летом храню обязательно в холодильнике и наша любимая кофеварочка и используем каждый день все больше мы не хотим покупать никакую другую не капсульную никакую только эту все гости которые приходят и пробуют говорят что это самый вкусный кофе поэтому так что я сегодня надумала делать я купила пакет кальмарчиков маленьких и по своему рецепту сегодня буду делать кальмары как я их делаю я уже показывала сейчас вам покажу рецепт как любят делать французы они вообще не заморачиваются я делаю с томатной пастой или с со сливками а французы вообще сделают просто с чесноком и с лимоном вот они так и называются смотрите как они называются сэш амперсиян у меня так свекр очень любил делать это быстро и быстро их правда нужно разморозить кстати про разморозку кто посмотрел видео где я показывала что старшая сестра меня научила размораживать рыбу в воде она не просто так научила потому что она видела передачу что все таки когда замораживают продукты особенно неорганические то их обрабатывают заморой когда замораживает там есть тоже различные химические вещества чтобы они правильно заморозились и их нужно разморозить водички тогда вся эта химия уйдет воду а кто-то написал если вы будете размораживать то все полезные вещества уйдут в воду ну какие то может быть и уйдут в воду но лучше все таки разморозить чем наезд со стены на том это уже ваше дело мы всегда так размораживать можно и просто разморозить и потом промыть если вы хотите так что мы размораживаем морепродукты вообще французы обожают конечно и вот такой пакет 500 грамм стоил около 6 евро у нас магазине интер марше и вот смотрите как они делают они просто-напросто два зубчика чеснока и букет это пучок по-французский букет петрушки они чеснок режут мелко потом на оливковом масле поджаривают немного вот эти размороженные кальмарчики в сковороде чуть-чуть совсем добавляют оливковое масло всего две минутки всего две минутки чтобы они не были жесткими и потом убираются сковороды кальмары и на этой же сковороде поджаривают с двумя столовыми ложками чеснок и добавляют туда укроп и или петрушку и все все это перемешивают и потом уже в самом конце добавляют снова кальмары и сок лимона все ну то есть получается кальмары с чесноком и с соком лимона это очень вкусно и просто я люблю такие кальмары с чесноком но честно скажу я люблю их тогда холодные и добавлять в салат а вот мой рецепт я люблю делать в в соусе в нежирном соусе очень часто мы делаем томатном соусе тоже я вам показывала свекор очень любил так делать он любил делать два рецепта я достала свою вторую бутылочку масла которое мы покупали в испании на границе с испании и говорю александру нужно нам уже на границу с испании ехать потому что у нас все испанские продукты закончились владислав там любит кое-что неполезное сейчас я вам покажу это получается достаточно вкусно но этот десерт конечно он такой немного можно так сказать синтетический но он его обожает его и привозит все время ему свекровь и вот это масло с лимончиком помните я вам показывала с базиликом у нас было с мятой кажется и со вкусом трюфели со вкусом трюфеля не все любят а кстати напишите в комментарии кроп пробовал трюфели как он на вкус у меня александр очень любит и масло со вкусом трюфелей и сливочное масло со вкусом трюфелей но не все не все у нас приходили гости тоже и вот они сказали не не нам только без трюфелей очень интересную информацию снова услышала о яблочном уксусе обязательно вам расскажу и кстати кто-то из русских врачей рассказывал про яблочный уксус наверное расскажу на другом канале потому что на этом канале будет очень много времени занято полезным питанием а вы это не очень любите и здесь я оставила одну чашечку кофе сделаю десерт какой-нибудь вкусненький кстати про пирог огромное спасибо многим понравился рецепт сегодня выйдет на канале или уже вышел пока выйдет этот блог моя подписчица любимая написала про чечевицу там разгорели споры она написала что чечевица в россии стоит дороже чем кажется курица если не ошибаюсь но что-то из белка наград любим чечевицу суп из чечевицы а чечевица очень подорожала у нас чечевица я не смотрела потому что этот пакет я купила уже давно но пойду в магазин обязательно посмотрю что делают французы из чечевицы очень много всего делают суп чечевич из чечевицы любит кстати у меня есть один баркет супа я сейчас вам тоже ингредиенты покажу на всякий случай у меня всегда есть баркет супа из биомагазина я предпочитаю домашний суп но лучше иметь один когда вот откуда-то приедешь и не готова ничего и они вот делают суп из чечевицы очень любит салат летом из чечевицы холодный добавляют туда грудинку лука и добавляют помидорки ну и также тушеную чечевицу мы любим у меня на канале есть и икра из чечевицы мы обожаем икру из чечевицы и суп из чечевицы и много различных плюс тут также посмотрите а вот десерт владислава который привозит даниэль владиславу он его просто обожаю девочки которые живут в испании наверно знают эту маску марку рояль да конечно может быть ингредиенты там и не нужно смотреть я но очень быстро делается и получается супер в принципе если не знать ингредиенты супер классный мусс лимонный очень вкусный кстати надо научиться делать самой мусс я раньше ему делала уже давным давно не делаю и сейчас сразу же вам покажу супчик какие там ингредиенты еще у нас видите как мы какие мы едоки понетон еще здесь у нас стоит мы его даже не открыли и конфет кучу александру наконец-то жандар а вы задавали много вопросов про жандармов мне нужно обязательно сесть и рассказать если какая-то помощь у жандармов вы очень удивитесь когда я вам все расскажу а вот сейчас покажу что им вчера подарили каждому жандарму на новый год вот премии не было 13 зарплаты у жандармов нету и премии премия бывает но очень редко но про это все расскажу так суп ориенталь я купила эта марка премиаль очень популярная в биомагазине есть я покупаю такие супы я покупаю органический и вот этот суп он там есть чечевицей кстати или с ну там что в него добавлено я сейчас покажу ингредиенты если кто-то по-быстрому если увижу так мелко написано если кто-то вдруг захочет приготовить такой суп без проблем приготовить сегодня у вас будет такой полезный домашний блок так сразу же приближу девочки которые умеют читать по-французски читайте значит тут концентрированные помидорки затем корень сельдерея затем лук затем нут оливковое масло ну конечно же крахмал рисовый для загустения кориандр перси кориандр затем петрушка кумин имбирь и они добавляют суп очень часто немного корицы и пиман и это красный перец все больше ничего нет вот такой замечательный суп вы можете приготовить просто вот несколько овощей затем сварить нут добавить оливковое масло лук пережарить со специями и все это потом в миксер получается супер суп кстати достаточно белковый сейчас смотрю сколько белка наверное не очень ну так 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 не вижу сколько белка были сиди вижу нет немного здесь белка совершенно добавить и курочки или еще что-нибудь вот но потерял своим рецептом что подарили жандарма вчера подарили вот по такой коробке конфет мы не любим очень не любим молочный шоколад кроме владислава поэтому ему будет вот такой вот такая коробка здесь различные конфетки я вот умею вот эти конфеты делать сама и здесь вот с такими начинками кто любит молочный шоколад а кто любит черный тоже напишите в комментариях здесь потому что мне кажется большинство французов все таки молочный шоколад любят и потом поэтому им дарят молочный шоколад у нас в семье мы и виктория моя младшая племянница любит черный остальные все любят молочный этот вот с лесным орехом а это с начинкой из какало но малый шоколад во франции конечно хороший в основном нужно конечно смотреть ингредиенты и вот по такой коробочке конфет получили жандармы можно так сказать на православное рождество потому что хотели подарить на новый на рождество католическое но не успели им подарить поэтому подарили вот на рождество православное так такие подарки у жандармов сейчас собралась чистить чайник и вспомнила комментарий ленты сказала что воду во франции очищают хлором хлоркой хлором и активированный углем может быть я сказала глупость надо мне перечитать статью которую я читала чем очищают воду во франции но мне кажется там было написано хлором а как наш даже ее обеззаразить потом там много очистительных наверное систем вот это про повышение воды я александра попрошу он посмотрит на теперь же нам не приходит его знаете сколько он зарабатывает сейчас бумагу вообще полностью почти вот эти все платежки фактуры отменяют во франции как и на кассах уже спрашивают еще до сих пор спрашивают вам нужно или нет вот эту фактуру что сколько вы купили а в принципе сказали что уже все полностью от меня это и переходят на все электронное я вот добавляю столовую ложку лимонной кислоты сейчас перекипячу принципе он не грязный но мутный когда становится я сразу же сразу же кипячу ну то есть чищу но чайник почистила сразу же почищу фильтр для воды смотрите вот чищу его и чищу а все равно какой налет остается такое чувство что и не чистила никогда по-настоящему то чищу и сразу же японский уголь они говорят раз где-то в месяц его нужно обязательно прокипятить в горячей воде можно сделать так просто положить в какую-нибудь чашечку залить водой и в микроволновку на несколько минут чтобы всю все бактерии которые внутри они чтобы убились так можно сказать если можно так сказать и вот я делаю чуть чуть почаще стараюсь делать чуть чуть почаще каждый раз когда мою фильтр я сразу же этот уголь также промываю помните я им где я его купила я его купила в биомагазине сейчас он очень очень популярен во франции и даже если у вас нет фильтра для воды вы можете просто в какой-нибудь графин этот уголь японский уголь кусочек добавить там написано сколько примерно размером на сколько литров воды я вот на свой я не знаю сколько тут фильтр у меня на сколько литров ну как обычный фильтр брита и вот таких два кусочка мне посоветовали очень хорошо для очищения воды так завтра нужно будет сходить за овощами заканчиваются овощи смотрите люблю теперь хранить картошку вот в таких мешочках замечательно хранится в холодильнике почему холодильнике потому что у нас тепло и если хранить вне холодильника то она быстро прорастает картофель прорастает и поэтому я вот такие мешочки у меня их несколько есть тканевые а есть вот такие мешочки они продаются в биомагазине у вас наверно тоже продаются и на китайских сайтах их очень много замечательные попробуйте хранить и вот этот коврик который мы покупали в магазине а где мы сток манья кажется я покупала или в нозы или в сток манья они замечательные они намного лучше чем коврики которые у меня были до этого у меня был такой поролоновый коврик он хорошо держал влагу но намокал и грязь была в холодильнике а вот этот прям такой суперовский помните я покупала два один оставила в баркарес а один привезла сюда тоже супер если увидите это специальные коврики вот прям для бака где овощи и фрукты овощи и фрукты по-настоящему хранятся более долгое время прикупите тоже если увидите я думаю на сайте алиэкспресс или в магазине продаются у нас иногда продают в магазине ну конечно на сайте они намного дешевле а я что сюда полезла я полезла чтобы взять мой сладкий перец у меня было всегда на перекус что-то я сейчас его почищу помните я вам показывал на канале худеем по-французски сильного франц лайфхак супер мои перекусы просто напросто чищу нож 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 ножом эконом вот таким сладкий перец я не люблю с кожицей и потом его разрезаю на 2 на 4 чаще у меня получается такой можно так сказать вместо хлеба и потом туда внутрь какой-нибудь нарезки и сыра получается супер бутерброд на перекус можно делать с овощами а можно делать с яблоком я на канале худеем по-французски сильно франц показывал с яблоком с творогом и там внутри я добавляла немного казино можно и без казино если у вас творог я вот девочкам показывала в обзоре я люблю творог такой творожный сыр и фаршировать а сверху можно яйцо потом так вот закрываешь и можно брать на работу или в машину или яблоко или вот супер классно с откладким перцем очень просто очищать и вот такие лодочки смотрите какие классные фаршировать просто супер может быть сейчас перец дорогой не сезон перца но потом когда будет сезон обязательно делайте можно делать с листочками цикория но мне больше вот нравится именно с со сладким перцем обожаю можно конечно с помидоркой делать или с огурцом это супер на аперитив я вот разрезаю тогда на две части еще на две части и и фарширую чем-нибудь такую можно замечательную тарелочку сделать фаршировать можно чем угодно и рие там у меня на канале куча всяких полезных паштетов посмотрите я в своей ванной комнате нанесла немного макияжа солнышко вышло может быть пойду прогуляюсь и так как записываю всегда вам видео то хочу выглядеть всегда более-менее хорошо и вы меня спрашивали лена как тебе тушь от герлен попробовала да мои хорошие попробовала уже несколько дней использую и мне все нравится больше и больше вообще я заметила что первые дни тушь мне может не понравиться совершенно а потом через какое-то время когда ты пользуешься то ну как бы она не знаю как это правильно сказать можно так про тушь сказать или нет начинает размазываться начинает становиться все лучше и лучше что меня порадовало что нет аллергии потому что от lancome и dior у меня очень не да от lancome и dior ой особенно dior очень часто аллергия и поэтому я хотела попробовать от герлен я видела отзывы что она сразу идиота и тушь объемная и в то же время она ухаживает за ресничками мне это понравилось французы очень хорошо они отзывались у герлен всего две туши на сегодняшний момент и нету никаких цветных у них только вот черный цвет и и да вот объем сразу виден у меня реснички небольшие нет никаких нарощенных ресниц поэтому давайте так я еще поиспользую ее потому что прошло так когда я делала обзор посылки несколько дней и потом я вам по честному скажу нужно тратить деньги или нет потому что ну не знаю как она себя поведет через несколько дней я думаю что нужно потестировать попользоваться а потом я вам все еще раз расскажу кстати хотела ответить на ваши комментарии про жадармов и про русский язык там такой комментарий получила но сейчас поговорим у меня такое чувство что орхидея александра тоже зацветет я вот не знаю это корешок или это будут цветочки мне кажется что это цветочки и мы думали что она отдыхает а может быть это корешок не знаю напишите в комментариях но мне такое чувство что это будут цветочки ну а моя невеста цветет 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 вот здесь мне кажется тушь получше видно ну ладно я хотела ответить на ваши комментарии одна из моих подписчиц меня спросила Лена есть ли у жандармов какие-то льготы по электричеству и по электроэнергии по электричеству и по газу то есть есть ли у нас какие-то скидки именно для жандармов про жандармов нужно садиться делать большое видео потому что было много вопросов там очень мои хорошие подписчики там написали что у некоторых кто работает в компаниях по газу или по электричеству у них есть скидки а про жандармов Лена расскажет лучше потому что она живет в жандармерии да я вам расскажу единственное что сегодня я хочу сказать что скидок у нас никаких нет ни на газ ни на электричество в принципе многим кажется что если у жандармов бесплатное жилье то мы ни за что не платим а за все платит жандармерия нет мои хорошие это не во Франции может быть в других странах напишите в комментариях потом потому что мне некоторые писали что у нас там жандармы за это не платят за это платят со скидкой здесь нет у нас полный абонемент на газ на электричество и на воду вот сколько лет девятнадцатый год мы нет в жандармерии мы меньше вот сколько лет мы в жандармерии живем платим если что-то пере ну больше используем в конце года доплачиваем у нас абонемент два раза в год приходят снимают с счетчика все цифры мы сами не снимаем ничего приходят профессионалы от компании газ и электричество и вот у каждого дома стоит там счетчик они снимают если в этом году например вы чуть-чуть побольше истратили то у вас на следующий год этот абонемент повысится если вы истратили меньше то у вас этот абонемент понизится например ну как сказать они посчитали и там вам в конце года перечислили на счет 50 евро потому что вы истратили меньше и на следующий год у вас из абонемента например 100 евро 5 евро уменьшится вы будете платить но это так вот от балды я говорю 95 евро то же самое за газ то же самое за воду но сначала если вы больше истратили то конечно же в конце года вы должны эту сумму заплатить так что так что касается каких-то какой-то помощи я вам не могу сказать у нас вот лично в нашей жандармерии никакой там большой помощи так сказать жандармов нет я уже говорила что по честному говорю во франции у некоторых есть тринадцатая зарплата то есть тринадцатая зарплата даются в конце года в декабре и французы на нее покупать то есть 12 месяцев но дается одна зарплата плюсом у нас такого никогда не было жандармам не дают тринадцатую зарплату что касается премии да премии бывают но достаточно редко если есть премию эту нужно заработать или вы там у вас какое-то было раскрыто дело в жандармерии или вы там кого-то спасли или вот как Александр что-то сделали хорошее для жандармерии жандармерия будет там разбирать все это решать решать и потом примерно триста-четыреста евро будет у вас ну зависит там от премии больше четыреста евро никогда премии не было вот что еще касается какой-то другой помощи продуктовой или там вот еще что-то это никогда не было по-честному говорю каких-то пайков меня спрашивают пайки есть у жандарма нет никаких пайков нет единственное что честно говорю что есть баллы на одежду и каждый год можно заказать новую униформу то есть мы униформу не покупаем если про медали помните я вам рассказывала что кому-то кого-то наградили медалью то медаль эту вам вручат там будет церемония но эту медаль вы должны сами заказать на сайте и оплатить эту медаль мы бы об этом с вами разговаривали и очень много смеялись единственное что все думают что вот так как в жандармерии мы живем в этом доме бесплатно то он некоторые думают не все а он нам будет принадлежать потом нет мои хорошие не будет принадлежать как только заканчивается служба дом этот возвращается в жандармерию сюда приезжает новый жандарм вы его отдаете платим ли мы сейчас за этот дом или живем на халяву в этом доме можно сказать ну в принципе вот луае это по-французски то есть квартлату за съем этого дома мы не платим то есть вот такой дом в провансе чтобы снимать раньше мы узнавали стоит где-то 1200 1300 евро это достаточно много для французов мы эту сумму не платим это государственное жилье единственное что мы платим мы платим газ электричество свет и мы платим все налоги мы платим налог за там что собирает мусор раньше платили за телевидение и самое главное это налог на собственность вы сейчас удивитесь но про это я тоже рассказывала что в жандармерии пока ты живешь в этом доме ты считаешься его собственником и поэтому ты должен платить налог как за свою личную собственность ну вот так решило государство и поэтому мы платим достаточно большой налог что еще мы платим а что мы не платим когда у нас что-то сломается есть кое-что что должно быть отремонтировано например что что должно быть отремонтировано ну вот у нас у многих здесь так как петра мистраль мистраль у некоторых проблемы с волей это составнями они или отлетают или не закрываются вот в принципе вот это все что снаружи на доме это должна ремонтировать даже не жандармерия а мэрия поэтому потому что эти дома принадлежат не жандармерии а мэрии то есть у них в жандармерии подписан контракт с мэрией и они должны приходить ремонтировать ну у многих мэрий никогда нет денег поэтому они вот уже пять лет приходит чтобы что-то отремонтировать то же самое с газовой колонкой нужно ждать очень долго если что-то там полетит то же самое вот у нас аэросион это вентиляция в доме вы видели уже год она не работает два раза приходили два раза говорили что отремонтируют никто не отремонтирует а вот такие мелочи например если у вас полетит кран если у вас полетит в туалете простите за подробности что-то там бачок или еще что-то в ванной комнате ручки если разобьется стекло еще что-то это все за личные деньги жандарма ну в принципе как с одной стороны да выгодно жить в этом доме с другой стороны нужно платить налог на собственность и нужно выдерживать жить в военном жилье кто жил у кого мужья жандармы или военные они знают что это в принципе не очень легкое дело поэтому французские жены предпочитают жить ну снимать где-то вне жандармерии но про это очень много можно говорить если у вас есть какие-то вопросы пишите в комментариях я обязательно по-честному все-все отвечу что касается комментариев про русский язык я сегодня распределила комментарии но я думаю что это все таки хейтеры потому что нормальные люди не напишут такие комментарии а нет первый комментарий про барнаул про барнаул хейтеров достал барнаул и вот почему там считается что вот эти две сестры из них барнаул никак не выбьешь причем здесь барнаул замечательный город замечательные умные да еще умнее всех люди очень добрые доброжелательные красивые и барнаул это просто замечательный город привет всем моим любимым барнаульцам если бы судьба так не сложилась что для меня это судьба что мы переехали во францию я не собиралась никогда покидать этот барнаул поэтому я из себя барнаул не собираюсь выбивать мои дорогие хейтеры ник кто-то там написал поэтому да нашли французов и страшные такие нашли французов страшные такие страшные французы нас так любят таких страшных поэтому единственное что было правда в этом комментарии я распределю эти два комментария после этого видео почитайте посмейтесь вот обязательно распределю я сделала скрин чтобы не чтобы я не выдумала эти комментарии и единственное что было в конце написано главное не красота а главное упорство и цель вот это правильно в жизни нужно всегда быть упорными идти к цели работать и тогда вы всего добьетесь чего я вам желаю и второй комментарий про русский язык что я очень хорошая там было написано продажница ну то есть это имелось в виду я не знаю правильно это это обороты или нет имелось в виду что я очень хорошо умею продавать чтобы привлечь на свой канал новых подписчиков русских которые говорят на русских на русском языке и я вот заставляю своих мужчин говорить на русском языке я для Анны отвечаю что я люблю русский язык я никогда а там было написано что я не люблю русский язык и не люблю Россию я русская я не стесняюсь что я русская я люблю русский язык что бы ни происходило между двумя странами про которые мы все знаем причем здесь русский язык французы обожают русский язык где бы меня не встретили всегда спрашивают какой я национальности и пытаются говорить со мной на русском потому что многие учили несколько слов в школе или в колледже и поэтому мои мужчины я привлекла своих мужчин и заставила их говорить поздравлять с Рождеством на русском языке перевела Александра он смеялся потому что это было так непроизвольно они ни разу не произносили слово с Рождеством и увидели как они его классно произнесли учили русский язык будут продолжать учить русский язык и если я привлеку этим на свой канал еще больше подписчиков которые будут смотреть мои добрые полезные видео о Франции о нашей семье я только буду рада поэтому Анна я люблю русский язык я не стесняюсь что я русская и я вообще люблю всех людей и русских и украинцев и французов я не разделяю их по национальности нас создал Бог мы едины и должны оставаться едины всем миру мир и до встречи на моем канале подписывайтесь все я вам очень очень рада сейчас распределю два комментария пишите что вы о них думаете да ну а я умная красивая продажница я с вами прощаюсь до новых встреч буду дальше продавать кстати мне еще предложили на обзор вещи так что может быть еще будут скоро показы мод а может быть что-то для себя закажу и буду сама показывать вам моды красивые свитерки какие-то то вот в одном свитере хожу и хожу нужно и мне что-то помодничать и для дома тоже заказать я вас повеселила подсеркнули и что-то вы и что-то это работает не это